На базе высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло награждение победителей конкурса «Не навреди». В этом году конкурс провели впервые. Студенты в своих работах подняли серьезную тему – помощь семьям, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка. Мы хотели как раз дать через проблему хосписа, она как бы самая понятная, вот дети, которым не суждено стать взрослыми уже никогда. Вот так случилось. Как все это подавать? Каким образом можно из этой абсолютно негативной ситуации вывести все-таки жизнеутверждающие составляющие, жизнеутверждающие начало? Организаторами конкурса выступили Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ, Санкт-Петербургский детский хоспис и Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Всего заявки на участие подали 12 студентов, но определить три первых места у жюри не получилось. Дипломы призеров, конкурсы и памятные подарки получили пять человек, а некоторых отметили благодарственными письмами Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Это всегда сложно, потому что это дети, и тем более в такой совсем не детской ситуации. Но о таких вещах нельзя сказать, хочешь не хочешь, и их нужно писать, мне кажется. Победительницей стала Дарья Черницына, студентка второго курса, которая выиграла поездку в Санкт-Петербург на Третий Всероссийский конгресс. «Современное состояние новой возможности и перспективы организации помощи детям с тяжелыми заболеваниями». На победу я не рассчитывала, просто меня заинтересовала эта тема. Тема достаточно серьезная и важная. Тяжелобольные дети. Это тема, которая, к сожалению, сейчас не очень-то сильно освещается. Студенты затронули важную проблему – неизлечимости заболевания ребенка и о том, что, несмотря на это, нужно радоваться жизни и ценить каждый момент. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универа Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова